проявлением желтой прессы, порой уже требует какого-то осмысленного научного анализа. Фрида Курбнгалеева выходит с нами на прямую связь, журналист-телеведущая. Фрида, здравствуйте. Привет, Вадим. Да, ну вот сегодня как раз до твоего включения у нас была Маша Слоним из Лондона, и мы как раз рассуждали, а что же, собственно, происходит с окружением Владимира Путина, и вот как раз она говорила, что кажется, что это массовое помешательство. Вот какое у тебя впечатление по этому поводу? Потому что, хорошо, мы можем говорить про цинизм людей приближенно к власти, но с другой стороны, Медведев, Лавров, даже Путин извиняется за Лаврова перед премьер-министра Израиля. Что-то выходит даже уже за рамки этого цинизма. Есть ответ на этот вопрос? Но я могу только предполагать. Я не думаю, что речь идет о каком-то массовом помешательстве, конечно, но если мы имеем в виду какое-то там психическое заболевание, да, ну, скорее всего, это элементарная круговая порука, и люди думают, что им в любом случае некуда деваться, элиты сплачиваются, как принято говорить, вокруг своего лидера. Вот, собственно, ну, все замазаны так или иначе, на каждого есть очень толстая, очевидно, папка компромата, которые, если что, могут достать. Поэтому, ну, а что им еще делать? А куда деваться? Ну, играть до конца. Ну, тебя кто-то из этой когорты удивил? Там, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров. Вот на кого-то ты посмотрел с удивлением, вот, в связи с их действиями? Я ни на кого уже не смотрю с удивлением давным-давно. Я не смотрю с удивлением ни на официального представителя российского МИДа Марию Захарову, которая ест как-то очень странно клубнику в своем огороде. Я не видел, кстати. Я не смотрю с удивлением на российских пропагандистов, которые каждую неделю выдают что-нибудь эдакое, отчебучивают. Вообще, мне кажется, уже после 24 февраля, есть уже такое выражение, после 24 февраля я ничему не удивляюсь. Вот это абсолютно про российских политиков тоже. И про обстановку в целом, и про людей конкретно. Ну, кстати, вот говоря о пропаганде, Алексей Виндиктов, который был у нас в эфире, он высказал такую мысль, что эхо Москвы закрывали потому, что эхо влияло в том числе на людей, которые находятся на некой вершине этой вертикали. Возможно, не на самого главного, но, тем не менее, вот этот слой. Потому что те независимые СМИ, которые до 24 февраля еще оставались, они затрагивали определенный сегмент, но, в общем, не были такими массовыми. И это было причиной, чтобы их уже ликвидировать, потому что их смотрели в том числе люди, которые, не знаю, возможно, работают в администрации президента России. Согласны с такой точкой зрения? Ну, я думаю, что, ну, во-первых, я думаю, что, наверное, Венедиктову виднее. Все-таки он был главредом эхо Москвы. И, ну, что я могу сказать? Конечно, в рамках, в масштабах Российской Федерации у эхо Москвы были совершенно какие-то ничтожные рейтинги. Я не беру в расчет публику в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, совершенно какую-то определенную аудиторию, интеллигенцию. Но вообще в целом, я просто сейчас не хочу врать, я конкретных цифр, наверное, привести не смогу. Но в рамках всей России их слушала, там, ну, я не знаю, там до 10% населения, наверное, как-то так. Я просто сейчас, я боюсь, что я, наверное, оперирую какими-то совершенно неправильными, непонятными, да, цифрами. Но они были очень маленькими, это правда, это чистая правда. И поэтому, ну да, я думаю, что их слушали, конечно, элиты. Я думаю, что их слушали единомышленники, определенная совершенно прослойка, журналисты, политологи, эксперты в каких-то областях и так далее. Поэтому я думаю, что в его словах есть доля правды, во всяком случае, так. Вопрос от наших зрителей спрашивает о твоем отношении к Красовскому. Следишь ли ты за его дворчеством? И как он менялся? Потому что он же как раз с НТВ был, среди либералов. Ну, а теперь, в общем, один из самых жестких, как это правильно сформулировать, человек, который поддерживает Владимира Путина. Ну, мне как раз вот кажется, что его случай – это такой яркий пример того, когда человек загнан в угол и считает, что для него уже нет никаких других… у него нет пути отступления и никаких других вариантов. Я за его творчеством никогда особо не следила. Я помню тот момент, когда я была на него подписана в Фейсбуке, это лет пять назад, и он все время, я помню, там собирал деньги на свой фонд, который связан, я не знаю, существует он сейчас или нет, с борьбой с ВИЧ, и он постоянно… Ну, не хочется, конечно, таких слов говорить, но это выглядело именно так. Он ныл, что у него нет ни работы, ни денег. Ну, то есть прямо вот так вот и писал. Сука, последние сто рублей в кармане, и жрать нечего. Ну, вот приблизительно вот так это выглядело. В тот момент мне его было жалко по-человечески. То есть мне казалось, что действительно человек в таком тупике, и он действительно казался так искренне, совершенно либерально настроенным. И поэтому та метаморфоза, которая произошла с ним через какое-то время, когда он, видимо, ну, я не знаю, от безысходности или от бессовестности все-таки заключил эту сделку с властью в лице канала «Артий», и стал со стервенением прямо-таки выполнять то, что ему было положено, приказано. Но я читала, кстати, опять-таки несколько лет назад довольно такой очень жесткий и разоблачающий пост у Сергея Пархоменко, опять-таки на его странице в Фейсбуке, где он вот как раз после вот этой самой метаморфозы в очень-очень жестких выражениях писал о том, что «А чему вы, собственно, удивляетесь?» Он всегда такой был. И когда вы пили с ним шабли и закусывали каким-то там дорогим сыром, мне было совершенно понятно, что это за человек. Это вы ошибались в нем, обольщались, и с какой-то момента начали думать, что вот «А он почему-то другой». А он, в общем-то, вернулся на круги своя и остался тем, кем он был изначально. Ну, для меня в тот момент это стало каким-то таким откровением, открытием, потому что, ну, возможно, я просто, я, опять-таки, не следила никогда глубоко за творчеством, усиленно и пристально за творчеством Красовского. Вот. Но, собственно, по всей видимости, то, что писал тогда Пархоменко, это было, я не помню, в году, наверное, в 18-м, может, в 19-м, было правдой. И оказалось пророческим тоже, учитывая то, чем сейчас Красовский занимается. Ну, вот еще просят наши зрители сказать о Ройзмане, потому что у тебя вышло большое интервью с Ройзманом. Он остается в России. Мы, кстати, с ним сейчас тоже, открою небольшую завистину, ведем переговоры о возможности выхода в эфир. Все в процессе. Ну, вот спрашивают, как Ройзман? Какое впечатление произвел? Ой. Ну, это, конечно, потрясающий совершенно человек, очень цельный, очень сильный. Я сейчас такие банальности говорю. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Я давно хотела взять у него интервью. Ну, вот как война началась, так, собственно, я и начала это хотеть, потому что стало понятно, что он занял совершенно принципиальную позицию, очень несимпатичную, которую я полностью разделяю. Вот. И он сразу же стал писать о том, что он никуда не уедет. Я пару раз ему писала в WhatsApp. У меня был его телефон. Он просто там сохранился из каких-то старых... Лично мы не были знакомы с ним. Просто у меня был его телефон, скажем так. И он мне написал, как раз ему, по-моему, прилетел первый штраф по статье о дискредитации российской армии. Он мне написал, давайте чуть позже. Ну, я как-то подумала, ну, не хочет человек там, ладно, не буду настаивать. И потом я опять-таки подписана на него в Facebook, и меня потрясла история про то, как он и его подписчики собрали очень крупную сумму денег на то, чтобы закрыть ипотеку для семьи глухонемых. Мама, папа и, по-моему, трое детей, абсолютно беспомощные люди, им не к кому обратиться, оказались, мягко говоря, в тяжелой жизненной ситуации. Пришли к нему, как он правильно сказал в интервью, ко мне идут тогда, когда идти уже вообще некуда. И я просто так на эмоциях написала ему, ну, Евгений, ну, давайте, давайте, ну, а что если, давайте поговорим. Про войну не будем говорить, я ему написала. Наврала, кстати. Вот. Обманула. И он мне тут же перезвонил. Вот просто вот немедленно. Я, честно говоря, так обалдела. Я взяла трубку и говорю, Евгений, я говорю, а можно я, ну, вопросы элементарно просто подготовлю, но хотя бы там набросаю что-то, какой-то скелет. Он такой, ну, давайте, подготовьте. Я на следующий день ему перезвонила, и он ехал за рулем, и он сказал, вот у меня как раз сейчас есть время, давайте пообщаемся. И мы с ним сначала минут, наверное, 20 разговаривали, пока он ехал, потом он доехал и сказал, ну, все, наверное. Я говорю, нет, у меня еще есть вопросы. Он говорит, ну, давайте сюда еще часа через два. То есть в два присеста записывали. Ну, я, в принципе, у себя на странице в Фейсбуке написала свое главное впечатление о нем. Я так поняла, что у него страшное выгорание от вот этого креста, который он несет и продолжает нести с таким мужеством. И при этом он так спокойно об этом говорит, он все про себя понимает. И он в то же время говорит, что я не брошу этот крест, я его буду нести до конца. Ну, что я могу сказать? Большой молодец. Ум, честь и совесть, ну, один из умов. И совесть современной России. Еще вопрос по поводу совести или ее отсутствия спрашивают также наши зрители. А что касается фотографий, где Богомолов с Навкой и Песковым фотографируются после премьеры в Театре Богомолов, муж Ксении Собчак, либеральный режиссер, по крайней мере, так его позиционировали. Эта фотография успела ее увидеть? Я хотела, вот сначала хотела сказать, я не видела фотографию не в теме, но я тут же поняла, о чем идет речь, потому что такие фотки были всегда. Меня всегда это поражало. Это было еще задолго до начала войны. То есть актриса Алика Смехова, которая, казалось бы, всегда придерживалась каких-то оппозиционных взглядов, дружила с Навкой. То есть там были видны какие-то теплые такие переписки в Инстаграме у Навки, да. Таких примеров было очень много. Когда люди, которые позиционировали себя, ну, не как оппозиционеры, но как люди, которые придерживаются либеральных взглядов, которые не во всем согласны с путинским режимом, с его представителями, с политиками, дружат, тем не менее, с их родственниками и даже с самими этими людьми где-то в кулуарах, в коридорах, не считают зазорными с ними выпивать, общаться и так далее. Ну и даже, по-моему, когда дают интервью, говорят что-то вроде, ну, на самом деле прекрасный человек, он все понимает, но поделать ничего не может. Ну, как-то так. Поэтому я так понимаю, что была какая-то свежая фотка вот, из такого разряда. И поэтому здесь для меня ничего удивительного нет. Это было давным-давно. Это было и пять лет назад, и десять лет назад. Ну, собственно, понимаете, если уж тогда так говорить, по большому счету, да, то когда-то ведь и Серебряников ставил спектакли по сценарию Суркова, что ему потом припоминали много раз, да, пролетало ему за это многократно. И таких, в общем-то, примеров, сейчас просто навскидку, не буду тратить эфирное время и вспоминать, но их очень много. Это вот, знаете, есть такое выражение, не играй с чертом в карты. Вот. Вот как раз правильно. Ну, если, кстати, говорить о журналистах, потому что Алексей Виндиктов об этом нередко говорит, у него были фотографии с Маргаритой Симоньян, и много еще с кем. Да, ему это тоже припоминают. Но он журналист, и мы как журналисты, я это знаю хорошо, мы общаемся в том числе с самыми неприятными людьми, да, то есть мы с ними где-то, ты же мир же не черно-белый, и ты пересекаешься с теми, кто там, не знаю, там с националистами какими-то где-то разговариваешь, потому что должен понять, вот они в правящей партии, и нужно понять, что они хотят. Вот где эта красная линия проходит? Для журналистов в том числе. Вот если ты появишься, вот я был на приеме вчера в посольстве, ну там приличные люди были, ну не важно, но мог оказаться и неприличные, да, на мой взгляд. И где-то там фотограф снял бы и стояли бы рядом. Ну, я не знаю, Вадим, эти все красные линии каждый для себя определяет сам. Но, конечно, когда ты на какой-то теплой ламповой, что называется, тусовочке фоткаешься с бокалом с Маргаритой Симоньян, или, ну я не знаю, там с Навкой, не с Навкой, ну вот такого там с той же Захаровой, вот, и видно, как вы друг другу, в общем-то, приятны, не просто хорошо знакомы, но между вами, очевидно, есть, во всяком случае, по фотографии можно сделать такой вывод. Некая симпатия, какие-то, может быть, теплые дружеские отношения. Создается впечатление, что это не просто профессиональные отношения. Может быть, я ошибаюсь. Но это вызывает какие-то вопросы. Я могу понять тех людей, которые задаются такими вопросами. А что, собственно, раньше вы с ними тусовались, и ничего, ну а теперь вот. Спрашивают, а вы, кстати, по поводу Венедиктова, кому относитесь, к хейтерам, к тем, кто поддерживает, или занимаете нейтральную позицию? Потому что вот Венедиктов стал таким марком. Я ни в коем случае не отношусь к хейтерам. Более того, я даже, наверное, занимаю от нейтральной до такой положительной позиции, потому что я понимаю, за что его хейтят, но я считаю, что это, в общем-то, несправедливо, на мой взгляд. Потому что на протяжении последних лет, когда уже очень сильно пахло палемым, очень сильно, он, ну, что он делал? Он лавировал, он как мог сохранял свою радиостанцию. Одну из последних площадок, где наша либеральная общественность смогла высказываться публично, в больших передачах, с большими хронотражами и так далее. Никто им не затыкал рот. Да, эту же площадку предоставляли для того, чтобы там высказывались люди вроде Проханова, Максима Шевченко. Ну, видимо, таким было условие. Ну, хорошо, он мог не пойти на этот компромисс и сказать, а я вот не буду так, мы закроемся сейчас. Это произошло бы там не в 2022 году, а в 2017. Ну, наверное, да, его тоже можно было бы уважать за такую принципиальную позицию, жесткую. Но я все-таки считаю, что хейтить уж точно его не за что абсолютно. Я думаю, что надо с пониманием отнестись к его позиции. Он как мог сохранял коллектив, он давал работу, давал возможности высказываться, предоставлял площадку. Поэтому я точно не на стороне тех, которые его будут поливать по носу. От нейтральный до вполне себе такой уважительный. Я с уважением к нему отношусь на самом деле. Вопрос еще по поводу дождя, потому что он в Риге, судя по всему, начнет вещание. Там разные сроки называют, но лицензия уже получена. Вот вопрос, собственно, о том, можно ли делать качественное СМИ на русском языке для российской аудитории, не находясь в России. Это вопрос, который периодически встает. Можно ли отсюда рассказать что-то? Смотрите, если была какая-то альтернатива, Вадим, вот, например, вот можно делать в России, а можно делать или не в России. И вот мы, значит, тут выбираем. Но выбирать-то не из чего. Не из чего выбирать. Есть только выбор без выбора, да, предлагаемое обстоятельство. Делать в какой-то стране за рубежом. Большое спасибо латвийскому правительству за то, что оно предоставило телеканалу «Дождь» такую возможность. Поэтому я считаю, что вот в условиях без альтернативности надо пользоваться этой возможностью. Я, кстати, не думаю, что, ну, вот прям не физически на российской почве это как-то будет некачественно и будет как-то страдать качество материалов. Вот, наверное, будут проблемы определенного рода, да, с тем, чтобы получать, допустим, картинку из России, с тем, чтобы обеспечивать безопасность людей, которые будут работать на телеканал «Дождь», находясь внутри страны, которые будут поставлять ему информацию. тем более люди, которые будут делать какие-то расследования. Вот такие сложности могут возникнуть. Но в предлагаемых условиях в любом случае хорошо, что такой канал будет, что такая возможность наконец появляется. И я все-таки думаю, что, ну, ребята как-то справятся с этим. У них достаточно профессионализма для того, чтобы решать эти проблемы. И потом, понимаете, какой момент? Вот для того, чтобы была возможность «Дождю» вещать внутри страны, мы должны быть на каком-то этапе, ну, я говорю «мы», не вот прям я, да, все люди, которые могут на это повлиять, должны на каком-то этапе сделать все, чтобы у «Дождя» была возможность вещать снаружи. Вот сейчас, вот в конкретный промежуток времени. Вот этим вещанием и вот этой работой, да, как в старые недобрые советские времена, «Дождь» тоже будет приближать тот момент, когда он сможет переместиться inside и начать свою работу в Москве. Свободно, без цензуры и так далее, с огромным удовольствием. И аудитория, конечно, встретит с ликованием, я думаю. Вот, но для того, чтобы это произошло, в том числе, русскоязычные СМИ должны вот сейчас работать там, где им дают работать, на те гранты, на те средства, на те донаты, которые им предоставляются, вот в тех условиях, которые сейчас возможны. Вот чем больше этих возможностей, чем больше этих дверей будет открыто, а чем шире они будут открыты, тем быстрее наступит тот момент, когда все эти прекрасные наши СМИ переместятся внутрь страны. Ну вот сейчас я слышал такую точку зрения о том, что на самом деле при всей трагичности это уникальная ситуация для журналистики, потому что если вспомнить начало 90-х, там, не знаю, конец 80-х, начало 90-х, Невзоров, Сорокина, Миткова и так далее, все это появлялось, и это были действительно большие звезды. Потом был очень долгий период такого застоя, ну, появился дождь, конечно, который там формировался в рамках этих условий, а сейчас все снова на линии разлома, и что-то может появиться такое, что мы даже не можем себе представить именно в медиапространстве. Абсолютно согласна, да. С одной стороны, я не могу сказать, что это беспрецедентное время для российской журналистики, потому что, очевидно, мы можем проводить параллель с периодом, который наступил после большевистского переворота в России, когда тоже огромное количество журналистов, философов, писателей, юристов было вынуждено эмигрировать. Я говорю, конечно, о представителях гуманитарной сферы, да. Очевидно, что сейчас Россию опять ожидает такая гуманитарная катастрофа в этом смысле. Окаянные дни, как у Бунина. Поэтому это, наверное, не беспрецедентное время для российской журналистики, ну, скажем так, экстраординарное время, это безусловно, но в то же время, очень тяжелое время, экстраординарное, очень тяжелое время, когда внутри страны практически не осталось независимых СМИ. Они есть, небольшие СМИ работают. Я знаю, я вот лично знаю несколько штук, я с огромным уважением отношусь к этим людям. Я, честно говоря, вообще не представляю, как они все это делают, но они как-то это делают. И выходят очень качественные материалы. Но в то же время, безусловно, вот сейчас российская журналистика находится на невероятном подъеме. Война в Украине, я тут не буду говорить таких жутких слов, как благодаря войне в Украине, но, тем не менее, она придала импульс. И вот те гонения на российских журналистов, которые предшествовали непосредственно началу этой войны, а это уже сейчас ни для кого не секрет, ну, совершенно очевидно, что это был один из таких важных для Путина моментов подготовки к этой войне, выдавить из страны оппозиционную прессу и ее представителей. Поэтому это началось вот не прям там в феврале или в январе или в декабре 21-го года, это началось несколько загодя, но прям планомерно так выдавливали. То есть целые редакции начали уезжать еще тогда, например, там еще прошлым летом уехал за границу, эмигрировал расследовательский проект «Инсайдер», да, в полном составе. То есть их поставили вот в такую ситуацию, когда стало понятно, что лучше всем, лучше всем уехать. Но в то же время российская журналистика находится на невероятном подъеме. Каждую неделю абсолютно выходят прекраснейшие материалы моих коллег в самых разных жанрах. Это и интервью. Конечно, выходит практически каждую неделю одно-два прекрасных расследования. Сегодня вот у проекта, например, вышло очередное расследование про соцопросы. Постоянно мы спрашиваем, а что же соцопросы, а что же по-настоящему? А вот там вот можно сделать вывод из этого. А что же, а как делают эти соцопросы и что же по-настоящему? Вот. Поэтому да, конечно, да, 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 я согласна полностью. Импульс, это война и все, что ей предшествовало, придало импульс развитию российской журналистики. И российские журналисты вот в этих условиях, опять-таки, в тяжелейших, в которых они вынуждены существовать, большие молодцы. Я почему знаю еще вот эту всю ситуацию, потому что я сама, как независимый журналист, через себя пропускаю боли редакций, которые вот как раз работают в такой парадигме, да, многие из них, абсолютное большинство из них эмигрировало. И я вот просто вижу, какие у них проблемы, и как они пытаются их решать, как они пытаются с ними справляться. И я с огромным уважением отношусь к моим коллегам и хочу выразить им бесконечную мою поддержку, хочу сказать им спасибо за то, что они продолжают этим заниматься, потому что проблем действительно очень много. и в общем-то, ну, что я могу еще сказать? Большие молодцы все, кто продолжает заниматься своим делом, кто выполняет свой профессиональный долг. Я очень надеюсь на то, что мы все вернемся. Ну что ж, спасибо, что нашла время и вышла в наш прямой эфир. Фрида Круппенгалеева была с нами на прямой связи. Сегодня мы двигаемся дальше. Спасибо и всего доброго. Спасибо, Вадим. Да, мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте. Тем временем попрошу нашего...